Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем охотиться в игре The Hunter Call of the Wild. Сюжетная ветка заданий в заказнике Долина Юкона пройдена. Что ж, давайте приступим к выполнению дополнительных заданий. В принципе, я довольно четко решился на прохождение дополнительных заданий. Раньше я как-то особо не очень желал их проходить, но сейчас очень хотел бы взглянуть на дополнительные задания в заказнике на Аляске. Почему? Потому что, во-первых, очень мало времени мы с вами здесь провели, хотелось бы провести побольше. Поохотиться, посмотреть еще определенные области, которые мы с вами вообще не видели, в которых не бывали. В общем, давайте продолжать. Посмотрим, какие у нас есть задания на эту серию. Хэнк Пеппер. Когда в следующем году начнется сезон, сюда явится толпа желающих поохотиться на Бизона. И они должны знать, что у них все получится. Можете найти для меня самца и самку Бизона. Это поможет успокоить клиентов, бизнес на пользу заказнику. Не забывайте. Так, принимаем задание. Так, у нас с вами далее. Кроме этого задания на Бизоны есть еще какие. Давайте смотреть. Значит, добыть волка. Обнаружить самца, лося. Уровня легко или средний. Хорошо. Сфотографировать мост, наверное, или какой-то пейзаж. В общем, это задание пока мы отодвинем на дальний план. Если будем где-то рядом, сделаем его. Банда Бизонов. Это как раз сейчас мы с вами его прочитали. И ловля лосей. Найти пять разных лосей. Одного я уже нашел, самочку выследил. Что ж, давайте поставим на отслеживание сейчас самку Бизона. Но будем иметь в виду, что у нас с вами лоси, бизоны, волки. Это задание именно по охоте на животных. Все остальное... Кстати, волки уже дают о себе знать. Все остальное у нас опционально. То есть, дополнительно, если мы вдруг с вами где-то что-то увидим, мы это сделаем. Так, спешить не будем. Давайте сейчас аккуратно осмотримся. Волки у нас где-то в той стороне. Шикарно, на самом деле, вот этот волчий вой воспринимается как в первый раз. Почему-то уже, казалось бы, должен был бы приесться, потихонечку надоесть. Но нет. Настолько вот это вот все атмосферно, настолько дополняет, добавляет этому заказнику действительно классные атмосферы. Разработчики молодцы. Что сделали именно этот волчий вой, в принципе, что сделали этот заказник. Потому что лично для меня я уже говорил и повторюсь. Вновь, этот заказник на данный момент лучший. В совокупности, конечно же, всех его качеств красоты, животных и так далее. Если брать по отдельности каждый заказник, наверное, по количеству животных, я думаю, Африка и Лейтон Лейк будут лучшими. Но вот в совокупности всех моментов положительных, все-таки этот заказник классный. Смотрим. Нам с вами нужно найти Бизона. Здесь где-то они бывают. Мы с вами добывали их в прошлой серии. Кстати, в прошлой серии мы с вами закончили. Кто не видел, закончили сюжетное задание, сюжетное прохождение этого заказника. Посмотрите обязательно. Очень интересно. Там в конце развивались события. Драматично, стремительно. Порой я даже не успевал читать субтитры, насколько стремительно развивались события. Кончилось все довольно-таки интересно. Ну, немножко печально. Никто не пострадал сильно, но кое-кто. Не буду спойлерить. Кто не смотрел, обязательно загляните, посмотрите. Так, ну что ж. Есть вариант пройтись в ту сторону на волчьевой. Давайте попробуем. Все же интересно, реально ли вот так вот на волчьевой найти самих волков. Выследить и найти. Потому что в комментариях мнение расходится. Кто-то говорит, что это относится к звуковому оформлению игры. Ну, а кто-то говорит, что в пределах 150-200 метров если воют волки, значит они здесь есть. Что ж, сейчас мы это с вами попробуем выяснить. Следы лося, скорее всего, той самочки, которую мы сейчас видели. И она нам, наверное, засчиталась в задание, в котором нужно обнаружить 5 разных лосей. Хорошо. Где-то здесь у нас были волки. Я особо краситься не буду. Буду просто бежать в надежде, возможно, на то, что они решатся напасть. Но сейчас ситуация может обернуться против меня. Здесь, в лесу, особенно в густом лесу, обратите внимание, не всегда устанавливается тренога. Видимо, потому что очень густо растут деревья. Вот есть места, где она устанавливается без проблем. Но в некоторых местах, где очень густо растут деревья, она не устанавливается. И это нужно иметь в виду, когда слишком бодро пытаешься бежать на волчьевой. Это может обернуться против тебя. Но мне дают советы. Спасибо вам огромное по поводу советов по охоте на волков. Да и, в принципе, вообще всех советов, друзья. Вот это да, посмотрите, стадо бизонов. Как раз то, что нам нужно с вами. Отлично. Выполняем задание хотя бы так. Хотя бы так. Я уже, в принципе, доволен. И примерно в той же стороне у нас волки. Хорошо, мы с вами сейчас поступим интересным образом. Стадо бизонов мы распугали, но в этом нет ничего страшного. Они вернутся. И давайте мы сейчас их попробуем немножко выследить и подождать. Возможно, на треноге, возможно, где-то в маскировке под елочкой. Здесь у них, видимо, была какая-то зона потребности. Или просто они остановились. Нет, действительно зона потребности. Это означает то, что они сюда вернутся. Поэтому давайте установим сейчас треногу. Где-нибудь вот здесь. Далее мы с вами сейчас определим зону потребности. И немного подождем возвращение бизонов. Да, здесь была у них зона отдыха. Хорошо. Возможно, кто-то из вас знает. Я думаю, что большинство. Ну, а тем, кто не знает, я скажу еще одну приятную новость. Готовится еще одно DLC. Скорее всего, оно будет платное. И это будет пак с оружием. Оружие интересное, мощное. Оружие, по-моему, там будет вроде бы что-то типа воздушки. Но я могу ошибаться. Я сильно не всматривался. Но что-то типа того. Либо какое-то бесшумное оружие, либо что-то типа воздушки. И пистолет. Который у нас будет являться аналогом зайчьей винтовки. И верант 22 ЛР, по-моему, как-то так. То есть, такого же калибра, но пистолет. Интересно. Скоро будет это DLC. Выйдет, посмотрим. Поохотимся с этими стволами. Там, в частности, есть очень долгожданный ствол. Многими охотниками я в этом не очень понимаю много. Некий 30-06. Наверное, классный ствол, но я как-то не очень разбираюсь. Что ж, давайте немного посидим сейчас на треноге. И подождем возвращение стада бизонов. Потихонечку возвращаются бизоны. Собственно, мои ожидания оправдались. Вот они выходят. Постепенно уже несколько самочек вышли. Давайте сейчас выберем интересный образец. Интересного самца какого-нибудь. И попробуем добыть. Для начала давайте еще взглянем на задание. Может быть, у нас обнаружите самца степного бизона. Хорошо. То есть, у нас с вами еще как раз-таки самец. Нужен для выполнения задания. Хорошо, давайте посмотрим. Может быть, где-то среди этого стада и есть наш самец. Пара идеальных шкур. Так, а самец-то вот он. Красавчик. Не будем долго ждать. Попытаемся его добыть. Обнаружите самца степного бизона. Хорошо. Сейчас, конечно, у меня на секунду возникло ощущение, что я мог попасть в самку или же вообще попасть в дерево. Давайте, во-первых, посмотрим на пятно. Но пятно появилось, значит, что животное упадет, либо уже упало. Точно не помню, как трактовать это пятно. По-моему, животное упадет. То есть, ранение смертельное. И игра уже заранее за нас, так скажем, просчитала немного эту ситуацию. И нарисовала нам пятно. Давайте посмотрим, во-первых, на ранение. Вот оно у нас впереди. Надеюсь, что ранили мы самца. Очень на это надеюсь. Давайте сейчас посмотрим еще и по следам. Пятно. Вот, следы. Да, действительно, это у нас был самец. Наш подранок. Сейчас мы быстренько его подберем. Я думаю, что ушел он недалеко. Но вот такой интересный момент. Смотрите, практически нет его следов при выслеживании. Что это значит? Это значит, что основное стадо затаптывает следы этого самца. Это нужно учитывать, когда выслеживаешь подранка, который находится именно в крупном стаде животных. Неважно, какой это вид. Бизоны, лоси, не имеет значения. Карибу. Такая ситуация случается очень часто. Просто его следы затаптываются. Поэтому ищите только лишь кровавые пятна и помет. Эти штуки остаются. Хорошо. Забираем первого самца добытого. Бизона. Первый трофей в этой серии. Отлично. И давайте посмотрим. У нас с вами есть предупреждение. Вроде как Бизона здесь нападает, но это случалось не часто. Я бы сейчас спровоцировал бы нападение Бизона и посмотрел, насколько с ним интересно сражаться вот именно в такой ситуации. Топот есть впереди, но это может ничего и не означать. Бизон может и не напасть. Снова я слышу топот. Внимание. Да, самочка пугается. Убегает. Так, ну что ж, убегают и убегают. В общем-то, не очень-то они нам нужны, друзья. А кто нам действительно нужен? Это вот эти вот красавцы. Давайте посмотрим. Шестерка. Альбинос. Друзья, это вызов. Это вызов реальный, самый настоящий. Теперь действуем тихо. Скрытно и очень медленно. Спешки не будет. Только точный холодный расчет. Сложность невысокая, поэтому не страшно, если вдруг он каким-то образом зафейлится. Но у нас с вами интересная ситуация сейчас происходит. Посмотрите. Рядом с волками ходят бизоны. И мне однажды в комментариях писали, что была такая ситуация. Один подписчик наблюдал в бинокль, как волки сражались со стадом бизонов. То есть, стая волков напала на стадо бизонов. Я у него спросил, чем дело кончилось. Он говорит, да, особо ничем. Как бы просто бегали там вокруг. Вокруг друг друга. Ничего особенного не происходило. Но интересно было бы посмотреть. Волки в данный момент сейчас, как я понимаю, находятся на отдыхе. Подползаем очень медленно. Не спеша. Не шумим. Не показываем себя. Чтобы волки не ушли. Я очень хочу добыть альбиноса. Альбинос шикарный трофей, я считаю. Сродни, наверное, легендарной сложности бриллианту. Мне кажется, настолько же крутой. Так, смотрим. Это у нас кто? Это у нас степной бизон? Нет, не он меня интересует. Вот, 170 метров. До 150 мы с вами будем ползти. Я думаю. Далее ставим треногу. И пробуем брать. Периодически желательно посматривать, как у нас там дела. Тихо, тихо, тихо. Опасно. Опасно, вы знаете. Сейчас нужно брать треногу на изготовку. И давайте ставить. Все. Будем действовать сейчас вот отсюда. Кленты будут рады знать, что бизонов хватает на всех. Но вообще-то это не самая простая добыча. Надо сказать. Хотите попробовать добыть самку или самца с состоянием 100? Разумеется, оба должны умереть быстро. Хорошо. Сейчас пока не это меня интересует. Слушайте, мы с вами находимся сейчас в интересной ситуации. Во-первых, впереди довольно классный трофей. Но здесь нас окружают животные, необходимые по заданию. Все это потом. Сейчас у нас волк. Вы знаете, в чем сложность? С такого расстояния и с такого положения я рискую попасть в дерево. Конечно, будет очень неприятный момент. Но давайте попробуем. Отлично, попадание есть. Хорошо. Смотрим внимательно. 75, 100. 50, 75. Отлично. 25, 50. Все, трофей наш. Я думаю, что он упадет. По-любому упадет. Без вариантов. И вы знаете, скорее всего, мы сейчас с вами будем добывать стальных волков. Не решились они уходить. Это, собственно, нам на руку. Сейчас по возможности попробуем добыть еще кого-нибудь из этой стаи. Пятерочка у нас с вами есть. Хорошо. Главное, чтобы они более-менее хоть как-то останавливались. Потому что они кружат. Очень тяжело попасть вот так вот в кружащего волка. Так, стоп, стоп, стоп. Нет, не спешим. Деревья. Создают пока проблему для выцеливания. Между деревьев очень тяжело попадать и целиться. Слушайте, реально огромная стая волков. Вы посмотрите только. Отлично, есть попадание. Смотрим. 50-75, 25-50. И, внимание, трофей. Добыт. Отлично, упал. Так, еще один волк у нас в копилке. Хорошо. И, в принципе, остальные решили уйти. Да, не рисковать и уйти. Ну, в общем-то, это выбор верный. Хорошо, давайте идем подбирать наши трофеи. Подходим к нашему второму трофею. И, вот знаете, что я замечал? У них каким-то образом интересно устроена подсветка. У них при мерцании силуэта задерживаются на секунду и продолжают гореть глаза. Вы знаете, я не знаю, то ли это какой-то баг, то ли, может быть, у меня так происходит. Но это выглядит действительно эпично, классно и очень атмосферно. Чуть-чуть нагоняет жути. Посмотрите, вот так вот мерцает подсветка и на какую-то секунду продолжают мерцать глаза. Очень классно. Что ж, а вот наш альбинос. Я думаю, что это альбинос. Скорее всего, мы сейчас почитаем описание этого трофея, потому что может быть и не альбинос. Нет, называется он белоснежный. Белоснежный. Друзья, но насколько красивое животное. Вы посмотрите. Угу. Вот куда я ему попал. Я ему попал в позвоночник. Что тоже, в принципе, гарантирует добычу животного, но чуть более долгую, чем если бы я попал в легкие. Надо запомнить, что легкие у волка, получается, это практически середина туловища. Я почему-то по старинке куда-то выстрелил. Видимо, с пристрелкой я что-то мудренул или... Нет, вроде бы 150 у меня стояло. Так, ну, ничего страшного. Это чучело, друзья, однозначно. Никаких денег не жалко на сохранение вот такого классного трофея. Так, отлично. Давайте еще немного здесь осмотримся. Кто у нас тут еще есть? Потому что, судя по вашим комментариям, бриллиантовых... Точнее, не бриллиантовых волков, а легендарных волков в сгоревшем лесу довольно-таки много. Попадается вам. Один подписчик чуть ли не четверых подстрелил. Красавчик. Молодец. Так, впереди есть волки, но... Какая проблема? Они сейчас будут держаться на расстоянии. Я вот это, на самом деле, уже проходил. И вот это уже видел. Когда-то однажды. Они вот так вот будут кружить. На расстоянии подойти к ним сейчас будет довольно проблематично. Хоть они здесь и хозяева, и все в таком же духе, но... В то же время, они в какой-то момент включают сейф-обилку, так скажем, и начинают постоянно убегать. То есть, не стремятся нападать, а просто постоянно начинают убегать. На самом деле, момент не очень приятный, но... Попробуем сейчас немножко сблизиться. Так, что у нас там по расстоянию получается? 260 метров до расстояния, на самом деле, еще пока позволяет нам быть незамеченными какое-то время. Сейчас попробуем еще сблизиться немного. Меня устроит расстояние в 150 метров. Трофеи там все плюс-минус невысокой сложности, поэтому не суть важны нам бонусы при добыче в данный момент. Конечно же, добывая трофей высокой сложности, нужно будет действовать очень и очень правильно. Так, тихо-тихо-тихо, очень рядом у нас с вами волк. Внимание! Тренога, срочно, ставься. Ставься, железяка проклятая. Не тяни время. Так, что-то у нас там с заданием. Давай сейчас на треногу залезем и почитаем. На всякий случай попользуемся манками, но вроде как говорят большинство подписчиков, зрителей в комментариях, что манки очень-очень плохо работают. Практически не манят волков. Ну, ничего, мы с вами сделаем сейчас парочку приманиваний и посмотрим, что будет происходить. Осмотрим сейчас, как у нас ведут себя волки. Да, смотрите, расстояние идеальное. По 140 метров до них, то есть это как раз расстояние нашей перестрелки. Я думаю, что надо, наверное, нам брать кого-нибудь из них. Но для начала почитаем задание. Окей, простые задачи вам по плечу. Я сама на волков охочусь лет с 13, так что нисколько не сомневалась, что охотник вашего калибра тоже не оплошает. Попробуем добыть дичь покрупнее. Думаю, для вашего уровня достойным трофеем будет гризли. Ммм, шикарно. Гризли. В прошлой серии мы видели самочку, но так и не удалось ее добыть. К сожалению, не получилось. Так, эта волчица упадет быстро, падает хорошо. Внимательно смотрим, есть ли возможность у нас добыть еще кого-нибудь. Ммм, да, возможность есть, но придется стрелять на ходу, рассчитывать сейчас упреждение. Либо, либо они вернутся. Не исключено. Хорошо, давайте пока осмотримся в бинокль, в него все-таки поудобнее. Поудобнее осматриваться. Вот к этому, к этой бы стае подобраться было бы очень здорово. Хорошо, возможно мы сейчас с вами решим вопрос с вот этими вот самками. И попробуем подобраться к тому стаду. Пока меня еще прям не отпускает здесь охота на волков. Вот обладает она каким-то таким своим особенным азартом. Отлично. Попадание есть. Попадание в легкие, потому что я вижу, что очень быстро у нас с вами падает здоровье. У этого животного. Хорошо, забираем еще одного волка. Отлично. Ну что ж, я предлагаю аккуратно выдвинуться, подбирать наши трофеи. Не дошел до трофея совсем чуть-чуть. Вот впереди лежит первый наш подстреленный волк. Волчица со светящимися глазами. Посмотрите, это действительно так. Не знаю, почему разработчики так сделали. Может быть это исправит в будущих патчах, но я бы не хотел. Выглядит очень классно. Атмосферки нагоняет прям прилично. Впереди наша третья волчица из этой небольшой стаи. Давайте ее возьмем. Не пропадать же такому классному трофею. Отлично. Тут же у нас сразу же быстрая стремительная потеря здоровья у этого животного. Все. Хорошо. Немножко осмотрим сейчас вдали вторую стаю. Да, они еще пока стоят на месте, никуда не ушли. Хорошо, сейчас мы с вами попробуем. Попробуем ее. Давайте подберем сейчас наши трофеи. Платят здесь за волков хорошие и приличные, поэтому просто их забираем. Особо всматриваться не будем, но животное очень круто прорисовано на самом деле. Здесь вот как-то все животные удались разработчикам на славу, я считаю. Давайте найдем второго нашего подранка. И снова ситуация повторяется. Снова я не дошел каких-то, каких-то там считанных метров, нескольких до трофея. Посмотрите. И расстояние здесь гораздо меньше. Давайте быстро посмотрим, какое. Расстояние 65 метров, значит нам подойдет пристрелка в 50. Давайте попробуем добыть эту самку. Отлично, забираем практически на месте. Какие-то шаги она сделала, но тут же упала. Хорошо. И немного осмотрим стаю в этой стороне. Но скорее всего они ушли. Что-то мне подсказывает, потому что выстрел сейчас наверняка должен был их напугать. Да, вы знаете, вот это да. Вот это я заглянул в сгоревший лес. Неожиданно. Неожиданно и очень-очень продуктивно мы с вами здесь поохотились. Начнем с вот этого подранка и далее спустимся вниз. Заберем остальных двух. Серебро. Смотрите, получается выбивать в принципе серебро. Я думаю, что из самки четвертого уровня сложности может получиться выбить золото. Я в этом не уверен, но в этой игре есть животные. Самки, с которых можно выбивать золото. Тоже троечка. И там у нас, по-моему, как раз была четверка. Давайте сейчас посмотрим. Да, четверка, но до золота она не дотянула. Не дотянула, тем не менее. Забираем. Да, вы знаете, охота удалась на славу. Даже если в этой серии больше не будет трофеев. Но, конечно же, они будут, друзья. В любом случае, охота у нас с вами в этой серии удалась от души. Добыли бизона, добыли нескольких волков. Очень классно. Сделаем небольшой осмотр сейчас здесь. Примерно, насколько позволяет нам ландшафт. Но я думаю, что все. Наверное, сейчас временно. Мы с вами здесь отстреляли достаточно волков, чтобы они уже испугались и убежали. А мы возвращаемся на добычу бизонов. Как раз здесь недалеко у нас с вами на отдыхе стоит целое стадо. Посмотрим, есть ли среди них самец. Если самца нет, то мы по заданию добудем самку. Там не принципиально, насколько я понял, добыть самца или самку. Вернуться на старую зону потребности, где мы сейчас с вами нашли бизона в первый раз. И впереди есть самки. Растительность густая. Видно очень плохо. Но они там есть. Вот там видны сейчас копыта проходили. В общем, попробуем сейчас как-то, не знаю пока как, сблизиться на расстояние выстрела. Хотя бы на расстояние хоть какой-то видимости более-менее хорошей. И попробуем добыть кого-нибудь из этого стада. Добыть нам нужно быстро, желательно. По-моему, там с каким-то бонусом. Давайте сейчас точно уточним, с каким. Так, так, так. Где у нас пара идеальных шкур? Да, самка степного бизона с бонусом. Состояние и быстрое убийство. Угу. Вот это я не прочитал сразу. Очень зря. Конечно, можно попробовать выстрелить в сердце. С определенной ползой животным. Задание непростое. Почему? Потому что степные бизоны в легкое не добываются со стопроцентным бонусом быстрого убийства. Пока с этим проблемы. Как минимум у Кеннет Магнум 300 с этим проблемы. Но что-то мне подсказывает, что... И у Рейнджмастера 338 будут такие же проблемы с добычей в легкое. Вариант, конечно, выстрелить в сердце. Это сложнее, но это реально вполне себе. Для этого нужна поза животного определенная. Бизоны уже впереди. Так, вот она самочка. Кстати, кстати говоря, сердце сердцем, но голову никто не отменял, так скажем. Поэтому можно сейчас все-таки попробовать выстрелить в голову. 75 пристрелку ставим. Прощупываем силуэт. Так, он у нас с вами здесь еще прям, да, практически в упоре, да, лежит животное. Еще ближе. Да, посмотрите, вот она голова. Единственный момент, нам очень тяжело сейчас рассчитать. Так, встала самка. Ничего страшного. Попробуем сейчас что-нибудь сделать. Для начала уйти в маскировку. Так, хорошо, в принципе, смотрите. Я визуально плюс-минус сейчас понимаю, куда нужно стрелять. Давайте попробуем. Отлично. Добываем первую самку с бонусами. 100%. Берем четко в голову. На секунду у меня мелькнула мысль, что она довернула немного не туда, куда мне нужно. Но нет, друзья, все у нас с вами получается. Почему-то не нарисовано у нас пробитие, но при этом задет мозг. И давайте сейчас на рентгене внимательно изучим это животное. Все же мозг у него достаточно большой. Промахнуться сложно, но главная проблема, как я понимаю, это пробить. И сейчас, скорее всего, даже в чем-то нам повезло, что получилось пробить из этого ствола в голову. Видимо, потому что расстояние было довольно-таки маленькое, поэтому получилось. Посмотрим. Остается у нас самец. С этим, конечно, возникнут сложности, потому что в этом стадии, как я понимаю, самца нет. И мы для его поисков давайте отправимся сейчас... Самка. Отправимся сейчас в другую какую-нибудь область, например, в этот опорный пункт. А далее уже решим. Прогуляемся в какую-нибудь другую сторону. Мы с вами не ходили. И вот туда. А бизоны там вполне себе могут быть. Сейчас осмотрим. Может быть, какой-нибудь лось здесь завалялся. Так скажем, да? И могут быть еще бизоны вот там. Там мы тоже с вами находили однажды самца на отдыхе. Так, хорошо. Давайте, значит, прогуляемся. Сейчас в другую сторону. Вот туда. Мы в основном с вами в ту сторону ходили. Сейчас пойдем в обратную. Да, знать бы, что так понадобится нам бизоны, я бы не трогал вот этих ребят двух в прошлой серии. Но кто знает. Кто знает, какие задания нас здесь ожидают. Поэтому добываем, конечно же, всех животных, которые нам попадаются, всех интересных трофеев. Ну, а для заданий мы, конечно же, найдем. Я думаю, не так это сложно. Все-таки удалось мне выследить здесь самца бизона. И, по-моему, даже не одного самца. Давайте сейчас поступим следующим образом. Мы поставим треногу и подождем, когда эти животные подойдут поближе. Они идут буквально вот с того направления и уже довольно близко. Нам нужно срочно на треногу замаскироваться и какое-то время подождать. Давайте сейчас посмотрим в бинокль, где они находятся. Да, вы знаете, в чем проблема? Они развернулись. Неожиданно. Немного неожиданно. У нас с вами сейчас получилась ситуация. Сыграла в обратную сторону. Вариант, конечно, есть подождать, посидеть. Может быть, они придут. У них здесь зона потребности отдых. Вот буквально здесь. Вот он, значок. Вариант, конечно, с ожиданием есть. Сейчас посмотрим, насколько они вообще, в принципе, уходят. Или, может быть, задумаются, начнут возвращаться обратно. Пока, к сожалению, очень плохо видно. Мешают здесь елки вот эти, но... Да, вот видите, они как-то кружат там на расстоянии. Непонятно. Вот он вроде бы идет назад. Но в то же время почему-то пошел в другую сторону. Хорошо. Сейчас мы какое-то время подождем. Может быть, они подойдут ближе. И я попробую добыть в голову. Я плюс-минус понял, куда стрелять. Но расстояние все-таки, конечно, желательно сократить по максимуму. Либо подманить животных, как-то подождать, когда они подойдут поближе. Либо самому подкрасться как можно ближе. Вот можете видеть, вернулись наши бизоны. Расстояние плюс-минус более-менее комфортное. Но проблема сейчас какая? Они идут. Постоянно перемещаются. Пока они перемещаются, конечно же, комфортного выстрела и более-менее правильного и точного нанести не получится. Кстати, внимание. Один бизон практически в упоре. Это может сейчас нам сыграть на руку. Пробуем. Нет, не получилось, к сожалению. Скорее всего, придется сейчас его добивать. Не знаю, зачем я решил перезарядиться. Забыл, видимо, что у Кеннинг Магнума внушительная обойма. Сейчас потерял вот это вот время, которое можно было потратить на выстрел. Смотрим, где наш подранок. Не знаю, по-моему, не он. Или он. Не совсем понятно. По-моему, вот он убегает. Черный он был такой, крупный черный. Или это тоже не он? Что-то совсем непонятно. Нет, скорее всего, это был он. Потому что сейчас я его определил, да. Интересно, я не вижу пятна. Неужели я не попал? Не попал вообще? Никак так не могло получиться. Могло в одном случае, если животное стояло рядом с деревом, и дерево поймало пулю. Нет, вы знаете, очень странно. Ну что ж, дубль 2, попробуем повторить. Повторить этот выстрел. Не знаю, это животное возвращается, скорее всего, это, по ощущениям. Но у нас уже не получится взять бонусы с этого животного. Если, конечно же, первым выстрелом я в него попал. Если я не попал, тогда у нас, в принципе, еще есть шанс все сделать правильно. Тройка. По-моему, вот этот был Бизон. Что-то мне подсказывает. Ах, стоп. Очень тяжело. Не знаю, как сейчас поступить в этой ситуации. Стоят они максимально неудобно для выстрела в голову. Сейчас, скорее всего, сыграет ветер. Нам не на руку, так скажем. И они убегут. Попробуем сейчас взять. Да что ж такое-то со мной сегодня игра. Почему ничего не получается? Что сейчас было? Я так и не понял. Но вы знаете, сейчас очень хороший у нас шанс с вами сделать... Бонусы. Такой выстрел. Да. Отлично. Забираем на месте. Второй Бизон не решается уходить. Это может означать только одно. Или все-таки решается? Все-таки решается. Хорошо. Сейчас будем проверять, анализировать. Что-то у меня прям все в косе, в кривь сейчас пошло. Решил я специально это не вырезать, не монтировать. Показать вам, что на самом деле такие фейлы бывают очень часто. Вот какие-то непонятные. Когда ты вроде как целишься правильно, вроде как делаешь все правильно. Но при этом совершенно непонятно, что вообще происходит. Вот здесь четкое попадание. Классное. И пуля прошла довольно глубоко. И самец у нас с вами добыт по заданию. Да. Отлично. Теперь давайте посмотрим здесь. Во-первых, чуть выше. Есть ли у нас с вами кровавое пятно. Потому что не исключено, что здесь я мог просто промахнуться. Такое может быть. И далее меня немного интересует кровавое пятно под елку. Пока у нас на карте одно только лишь кровавое пятно, больше ничего нет. Неужели я не попал в этого бизона вот здесь? Ну получается, что не попал. Но вы знаете, ладно бы, чтобы я поиграл там денек-другой в эту игру, но... Столько времени наиграно. На самом деле есть какие-то порой такие необъяснимые совершенно вещи. Ну вот я сейчас пятна не вижу. Ни легкого, ни обычного, вообще никакого. Могу сделать вывод, что я просто не попал в него ни первый раз, ни второй. Какой-то максимально заговоренный у нас с вами бизон. Кстати, они возвращаются, друзья. Это может быть... У нас еще один трофей сейчас. Давайте посмотрим. Пока они возвращаются, мы с вами прочитаем задание. Возвращаются, да. Не тут-то было, развернулись и бежать. Хорошо. Хэнк Пеппер нам дает следующее задание. Я даже не сомневался, что с бизонами у вас все пройдет гладко. А я вот лично большой поклонник старого доброго аляскинского лося. Сможете подобраться к такому здоровяку близко? Попробуйте рассмотреть лося с 30 метров, а? Если получится, то добудьте мне лося. Ты знаешь, это элементарно. На самом деле, приманиваешь любую самку и любуйся. Можешь даже ее погладить, если хочешь. Обнаружите лось на расстоянии добудя самца лося, получив серебро или выше. То есть обнаружить нам не важно кого, а добыть нужно самца. Ну что ж, попробуем. Решил я все-таки еще задержаться немного здесь на треноге. Повысматривать бизонов. Потихонечку возвращается оставшееся из этого стада особи. Давайте сейчас добудем вот эту тройку самца. Скорее всего, будем стрелять в легкое. Не будем сейчас выпендриваться с выстрелами в голову. Это очень плохо здесь кончается. Поэтому сейчас подойдет поближе. Ну, посмотрим. Посмотрим, насколько это все будет близко, удобно. Может быть, попробуем добыть и в голову. А почему, собственно, нет. И, по-моему, именно вот этот образец мне не давался. Почему-то вот этот самец не давался, не попадался, не стрелялся. Как-то так. В общем, давайте сейчас, наверное, попробуем еще разок. Совершенно непонятный вот этот самец какой-то у нас с вами. Ну что, повторим выстрел в голову. Почему, собственно, нет. Забираем на месте, тем не менее. Это очень интересно. Так, вы знаете, сейчас у меня есть такая мысль. Произвести дубль. Одного самца мы заберем на месте, а за одним прогуляемся сходим. Потому что свалится он очень быстро. Даже, скорее всего, прямо сейчас. Да, падает. Красиво. Делаем бизоний дубль. В прошлой серии мы с вами делали лисий дубль. В этой серии сделали бизоний. Хорошо. Могли бы сделать сейчас трипл. Трипл килл, так называемый, да, друзья? Там у нас самочка, но самочка ценности особо не несет, если это не задание. Так, ну что, друг, давай посмотрим на тебя. Что у тебя там за такая непробиваемая заговоренная голова? Да, в общем-то, нормальная голова, обычная. Совершенно обычная. Странно. Вы знаете, сделаем мы из него чучело, пожалуй. Денег у нас как грязи, как говорится. Сколько, кстати? Девяносто три тысячи. Здорово. А было сто сейчас, до того, как сделал чучело из этого бизона. Сейчас подберем оставшийся трофей, который у нас здесь с вами дожидается, там чуть вдалеке. И попробуем сходить на лося в этой серии еще. Ну, а там уж как получится, конечно. Кого встретим, того и будем брать. Не буду скрывать, друзья, что охота на триноги облегчает нам задачу в разы. Посмотрите, что мы делаем. Мы просто садимся на триногу, животные приходят в упор, банально не замечая охотника. Я не знаю, как это обусловлено, какими механизмами, какой вообще логикой, в принципе, разработчиков это обусловлено. Кстати, падение бонуса незначительное, совершенно незначительное. Может быть, если пробить с задеванием кишечника и желудка, возможно, падение бонуса не будет вообще. Но это только лишь теория. Так вот, какой логикой обусловлена здесь вообще тринога? Так, вы знаете, давайте сейчас посмотрим, что будет происходить. Не исключено, что может все сейчас пойти не по плану, как говорится. Так, смотрим. Пока ситуация непонятная. Санки выжидают, предупреждают. За предупреждением может последовать нападение. Здесь еще неподалеку я видел самца тройку. Тихо, ситуация. Ситуация страшная. Немножко. Да, решились они обе убежать. Ну что ж, это их выбор. Да, и одна, и вторая самочка убегает. Вот здесь я еще видел самца, но он тоже куда-то отправился, куда-то убежал. Так, ну что ж, хорошо. Так вот, вернемся к теме триноги. Мне совершенно, вот как человеку с более-менее здоровой логикой, так скажем, да, мне немного непонятно вот эта ситуация. То есть, сидит дядька с ружом на городушке металлической, и его не видят животные. Почему, разработчики, почему меня никто не видит, когда я сижу на триноге? Ну вы что, издеваетесь, что ли? Эта городушка за километр должна пугать, ну вот как по мне, должна пугать животных. Потому что животные, ну что они, тупо в землю смотрят, что ли? Ну нет, конечно. Так или иначе, я думаю, хоть как-то зрение-то у них развито. В общем, непонятно. Понятно только лишь одно. Разработчики хотели сделать какой-то очередной контент, они его сделали. В принципе, тринога, ну как устройство, она вполне логична и оправдана, но маскировка на ней совершенно никак не оправдана той же самой логикой. Лобаз на дереве логичнее в сто раз, потому что там действительно высота, внушительная высота. При этом... Кстати, возможно, это тот самец. Угу, интересно. При этом там листва, маскировка, как бы там оправдана, ну... Не знаю, для меня более логично выглядит лобаз на дерево, нежели вот эта вот тринога в чистом поле и животные, гуляющие вокруг нее. В общем, ладно. Разработчики нам создали такие правила для охоты. Ну что ж, такие, значит такие. Как бы нам от этого становится только лишь легче. Охота на бизонов продолжается, друзья. Куда не пойду, везде бизоны. Не знаю, может быть такие здесь места, может быть численность этих животных в этом заказнике действительно крупная и большая. Впереди у нас с вами есть парочка самцов. Оба двойки. Один где-то у нас вот здесь, в этих елках ходит-бродит. Как-то его сейчас не очень видно. Ну, один у нас с вами, вот он, выходит прямо на нашего охотника. Ну что ж, попробуем, наверное, сейчас кого-нибудь добыть. Да, вот, кстати, еще один, посмотрите. Выдвинулся в нашу сторону. Не знаю, получится ли у нас сейчас сделать дубль. Попробуем. Приманим этих животных как можно ближе. Точнее, приманивать их нечем. Просто подождем. Подождем, когда они подойдут близко. И попробуем произвести два выстрела. Постараемся пробить легкие. Так, хорошо. В принципе, расстояние достаточное. Делаем раз. И, внимание. Ох ты, жесть какая! Вот это да, вот это он спас собрата, посмотрите. Вот это ситуация. Ситуация интересная. Классная получилась. Посмотрите, он прямо ринулся на меня. И сбил в последний момент мне прицел. И вот, смотрите, то, о чем я вам недавно говорил. Если постараться выстрелить таким образом, чтобы зацепить по диагонали несколько жизненно важных органов. То, скорее всего, степного бизона можно добыть без потери бонуса быстрого убийства. Что, собственно, сейчас и происходит. Да, вот это. Вот эта ситуация сейчас была очень интересная. Меня интересует, попал ли я в того бизона. Но, скорее всего, нет. Сейчас я быстренько сбегаю, посмотрю, есть ли там пятно. Но, по-моему, никакого пятна там быть не может. Выстрел у меня не получился. Скорее всего, прошел он гораздо выше, чем я планировал. Скорее всего, никак я его не задел. Но он недалеко ушел. Стоит где-то рядом и пытается лезть в бычку, так скажем. Ну что ж, скорее всего, мы сейчас с вами попробуем его добыть. Удар степного бизона отнимает где-то треть здоровья. Это нужно учитывать. То есть, три таких удара и, скорее всего, охотник отъезжает. Отъезжает на опорный пункт. Ну, сперва в мир иной, потом его воскрешают на опорном пункте. Так, вот он, красавчик. Ну что? Берем и его, в том числе. Внимание, тихо-тихо-тихо. Опасно-опасно-опасно. Попадает. Вот это да. Ой, жесть какая. Нет-нет-нет. Что творится? Что творится? Дикие самцы степных бизонов. Просто дичайшие. Воу. Вот это адреналинчик. Причем второй раз он меня, по-моему, боднул так, что я подлетел, но игра почему-то у меня не сняла очки здоровья за это попадание. А ведь сейчас он мог меня просто-напросто завалить вторым этим ударом. Четко попадая ему в одно легкое с расстояния в 46 метров, Кеннинг Магнум не пробивает два легких полимерным боеприпасом. Друзья, учитывайте это при выстреле в легкое. Старайтесь стрелять вот так вот по диагонали, как был добыт сейчас бизон перед этим. Что ж, пока я здесь ходил, бродил, высматривал еще животных, у меня выполнилось задание обнаружить пять разных лосей. Я их обнаружил. Все отлично. И следующее задание, которое мы с вами получили от Оскара Фримена, давайте его прочитаем. На основании вашей информации мы пришли к выводу, что лоси в регионе избыток. Это может привести к росту численности хищников, что в свою очередь может серьезно сказаться на популяции Карибу, которая и так пострадала. Добудьте мне трех самок лося, это нам поможет. Трех самок лося, друзья. Задание именно на самок лося. В принципе, задание элементарное. Как его выполнить? Легко и просто. Находим самку лося, приманиваем, благо они идут на манок очень бодро и активно, и добываем. Хоть в задании мы с вами постреляем самок лося. Что ж, давайте попробуем выследить хотя бы одну самку. Довольно скоро я выследил еще одну самку лося, но впереди меня предупредил степной бизон-самец. Где-то здесь, где-то в этих елках, может быть чуть пониже, есть этот самец. В принципе, мы с вами добыли уже достаточно самцов в этой серии, степных бизонов, поэтому, наверное, мы этот трофей опустим. Сейчас с вами построим засидку, посмотрим, насколько здесь интересно и красиво разработчики придумали вот эти вот домики-засидки. Я не спешу, почему? Потому что впереди у нас с вами на водопое стоит самка лося. Расстояние до нее где-то 150 метров будет у нас с вами из этой засидки. Сейчас построим и посмотрим. Завыли волки не так далеко здесь, где-то в той стороне. Интересно. Так, 1700 у нас с вами стоит засидка. Давайте сейчас немного взглянем на этот домик внешне, как он выглядит. Ну, довольно симпатично, вы знаете, прям действительно такой маленький гостевой домик у нас получился. Ну, если кто не знает, что это засидка, может спутать с небольшим гостевым домиком. Так, ну что ж, мы с вами внутри, отлично. Давайте посмотрим, во-первых, того, кто нас предупреждал где-то здесь. Что-то мне подсказывает, что он, скорее всего, уже ушел. Ну, а может быть и нет. Так, и внимание. Самочка на 150 метрах стоит очень удобно. Попробуем взять. 50-75, хорошо. 25-50, все. Трофей наш, я думаю, сейчас она там где-то свалится. На всякий случай сейчас, неспешно, без бега пройдемся по вот этим елкам. А вдруг, собственно, почему и нет. Бизон решит на нас напасть. И это будет вызов, потому что они какие-то очень быстрые. Я с непривычки вообще не понял, что происходит. Он очень быстро бегает. Причем, я как-то даже мансить попытался, а не получается как-то от него увернуться. Настолько он массивный, широкий и быстрый, что даже непонятно, в какую, собственно, сторону-то от него нужно бежать. Но все же, все же, друзья, я думаю, что мы с вами сейчас попробуем его где-нибудь здесь высмотреть. Вот он, красавец. Да. Красавец, вот он, но он убегает. А там у нас с вами, да, стадо Карибу. Хорошо. Определили мы с вами зону потребности, она нам в будущем пригодится. Что ж, отправляемся на поиски нашего трофея самки Лося. Вот наша самочка, что интересно, пробежала на метров 150, наверное, по моим прикидкам. Вот от пятна, от места попадания. Скорее всего, о бонусах не может быть и идти речи, но ничего страшного. Нет, нас интересует, нас интересует выполнение задания. Хорошо, берем самочку. И на этом трофее в этой серии у нас с вами. Пока все, друзья, продолжать будем уже в следующей серии. И вернемся обязательно сюда, обязательно будем еще выполнять здесь задания. Сейчас только лишь мы с вами взглянем, где там нас предупреждает Бизон. Потому что... Потому что шанс есть все-таки. Что самка Лося может быть не последним трофеем в этой серии. Слушайте, какой интересный, а? А, вот он, посмотрите-ка, вот он вверху. Четверочка, друзья, это интересно. Ммм, заманчиво, да? Согласитесь. Заманчиво, наверное, да? Ну что, берем. Я думаю, берем. Попадание есть? Бежит он в нашу сторону. Но это вообще идеальный расклад. Хорошо бы, чтобы он еще побежал непосредственно на меня. Но, скорее всего, да. Скорее всего, он упадет раньше. Хорошо. Вот так вот быстро. Очень быстро мы с вами берем последний трофей в этой серии. Золотого. Четверочку. Самца. Классного. И, посмотрите, пробиваем два легких. Два легких крупному животному. То есть, золотой у нас с вами четверка. Он крупнее обычных. Соответственно, пули нужно проходить большее расстояние внутри животного за счет его размеров. При этом, посмотрите, 118 метров и трофей добыт. Удивительная игра. Честно. Удивительно. Не знаю, как это работает. При этом, в любом случае, потеря бонуса. Тоже. Очень странный момент. Совершенно странный и непонятный. Вы знаете, наверное, сделаем из него чучело, потому что, по-моему, четверок у нас вроде бы еще не было. Делаем. Хорошо. Отлично, друзья. Все. На этом мы с вами закончим сегодняшнюю охоту. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры, этой серии и канала в целом. Пожелания, предложения пишите в комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok